Экс-глава администрации Ленинского района Бобруйска назначен председателем Осиповического райисполкома. Такое решение принял Александр Лукашенко. Андрей Дубинчик 6 декабря 2021 до настоящего момента занимал должность главы администрации Ленинского района. Также работал директором фабрики художественных изделий. По специальности технология оборудования и автоматизация машиностроения окончил Белорусско-Российский университет по специальности инновационный менеджмент Академию управления при президенте. В регионе полным ходом идёт строительство музея Славы Могилёвщины. С инициативой создания уникального объекта выступили общественные организации области. Работы по возведению стартовали в июле прошлого года. По задумке архитекторов, современный музейно-культурный комплекс передаст подвиг народа, героизм и мужество защитников Приднепровского края. Подчеркнёт их значимость в истории Великой Отечественной войны и страны в целом. Компания сервиса аренды электросамокатов разрабатывает систему проверки пользователей, чтобы протестировать их способности управлять техникой. Теперь перед поездкой предложат пройти тест в мобильном приложении. По его результатам определят внимательность и быстроту реакции человека. Анкетирование по времени займёт не больше минуты. Если пройти его не удастся, скорость средства передвижения снизят до 15 км в час. Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает жителей города на информационную встречу День предприятия. 14 августа с 10 до 12 часов в двери распахнёт Бобруйский кожевенный комбинат. Граждане смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателем, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы. Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Приём заявлений по 21 августа по адресу Ленина 1, кабинета 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.